Насколько я понимаю, у нас сегодня 5-е заседание, или 6-е, 5-е, наверное, нашего межрегионального семинара. Сегодня очередь в Новосибирске. Я с удовольствием представляю вам своего коллегу Артема Васильевича Логачева, который будет нам рассказывать о принципах больших уклонений для процесса рождения гибели. Хорошо. А мне есть, я могу демонстрацию экрана включать, да, все работает у меня, да? Антон? Должно. Должно. Сейчас попробую. Анжелёная кнопка внизу. Все, я понял. Сейчас. Вам видно, да, все хорошо? Да. Ну, тема моего доклада «Принципы больших уклонений для траектории процесса рождения гибели». Ну, такие, тут будут не сильно сильные результаты. Большую часть из них я получил вместе с Никитой Дмитриевной Веденской, Юрием Михайловичем Суховым и Анатолием Андреевичем Ямбарсовым. Ну, давайте сразу определим, изучаемый объект. Ну, мы будем изучать стандартный процесс рождения гибели, да, вот, равенство, которому его переходные вероятности удовлетворяют и которые его, собственно, задают. Ну, другими словами, поведение процесса можно описать так. Если мы сейчас находимся в точке Х, то положение процесса не меняется на протяжении случайного времени Тау-Х, который имеет показательное распределение с параметром H от Х равной сумме интенсивности скачка вниз-вверх. Ну, а в момент Т плюс Тау-Х случайный процесс перемещается или на единичку вверх, или на единичку вниз, но с соответствующими вероятностями. Ну, такой стандартный процесс гибели рождения будет. Там опечатка, это Y-1 в любой ситуации. Кто? Там, наверное, Y-1, это X-1. А, ну, конечно, да, это опечатка. Там, где МЮ от X, там, да, это опечатка, конечно. Потому что тогда бы мы не умирали никогда, да. Да, это опечатка, извиняюсь, конечно. Процесс по прямой был, по целым числам блуждает? Да, по целым числам блуждает. По целым числам блуждает. Да, стартует из нуля и блуждает. В отрицательную полуось уйти не может. У нас МЮ от нуля, это интенсивность скачка вниз равна 0. Вот. Ну, я буду предполагать, что выполнены следующие условия. То есть интенсивность скачков вниз является асимптотически линейными. То есть линейно зависят асимптотически от положения процесса. А интенсивность скачков вверх, она степенная, но L у нас от нуля до единицы, то есть меньше, чем линейные. Ну, тут в каком-то варианте будет рассмотрен случай, когда они обе были линейными. Ну, вообще говоря, эти условия будут возникать где надо и повторяться. Чем обусловлены именно такие условия? Ну, вот для них получилось решить задачу. Ну, и они имеют наиболее, ну, в последнее время много статей, связанных со всякими облачными данными и так далее. Наиболее часто там в качестве модели используется следующий процесс рождения гибели. Интенсивность скачков вниз линейна, то есть она равна μ умножить на х, да? А интенсивность скачков вверх лямбда, то есть нулевая степень VL. Ну, вот смотрите, откуда это все берется. Ну, вот такой пример приведу. Допустим, у вас много квартир в Москве, вы их сдаете. У вас есть пласоновский поток клиентов, которые их снимают. Естественно, этот поток вряд ли зависит от того, сколько у вас сдано квартир на данный момент. Ну, а выселяются они, естественно, если они однородные, да, то есть они независимы друг от друга, ваши жильцы, и время их проживания имеет экспоненциальное распределение, то вероятность того, что за время ТЛС кто-то выселится, это минимум, да, из экспоненциальных. Ну, а у минимума мы знаем, как раз таки интенсивность будет лямбда умножить на их количество. Ну, вот вам пример именно, почему такая модель наиболее часто используется. Ну, я не из этих соображений. Я вначале решил задачу, а потом попытался объяснить себе, почему это хорошая задача, если честно. Итак, нас будет интересовать принцип больших уклонений для семейства случайных процессов. Ну, все стандартно, да, мы шкалировали и нормировали, да, и будем смотреть, насколько сложно этому процессу куда-то далеко уйти. Ну, тут смотрите, в чем отличие между стандартными постановками, что там обычно вас к нулю зажимает за счет нормировки. А здесь не только за счет нормировки, а за счет того, что интенсивности скачкиков вниз, а не больше, чем вверх. У нас еще сам процесс как бы в ноль затягивает, поэтому здесь, естественно, не будет такой градации, как, допустим, если бы у нас все было симметричным, да, то есть и в минуса могли уйти, например, то у нас была бы градация, да, там принцип больших уклонений, умеренно больших и так далее. То есть там бы фиат Т как было? Как Т, если она стремится к бесконечности, то это был бы принцип больших уклонений, если она быстрее, чем корень из Т, медленнее, чем Т, были бы умеренно большие, больше Т были бы сверхбольшие. Здесь, естественно, будет совершенно другой эффект. Постановка задачи, то есть нас будут интересовать виды принципов больших уклонений, которые удастся получить в зависимости от того, какому из условий удовлетворяет нормирующая функция. Ну, как ни странно, может вам-то понятно, но именно для меня показалось странным, что здесь тоже разделение на три случая. Если фиат Т растет медленнее, чем Е в степени Т, то есть если ЛН фиат Т делить на Т стремится к нулю, то будет один режим для больших уклонений. Если этот предел константа, другой режим. И если равен бесконечности, то есть фиат Т очень быстро стремится к бесконечности, будет третий режим. Для каждого из этих режимов будут разные ситуации возникать, а именно будет разный принцип больших уклонений, будет отличаться функционал уклонений, и иногда нельзя будет получить принцип больших уклонений полный, а ограничиться... Прошу прощения, напомните, кто такая фиат Т, пожалуйста. Фиат Т – нормирующая функция, вот посмотрите. Вот это. Если я так выделяю, кстати, видно? Хорошо, хорошо. Да, видно. Вот. Ну, нам необходимо определить, да, основные пространства и классы функций, с которыми... Артем, можно еще раз вернуться? Еще раз. Вот, раз Александр Юрьевич спросил. Значит, еще раз постановку этой задачи. Значит, у нас есть все, что... Такая вещь, что X, значит, скорость лямбда от X роста вот такая, мёд X такая. Да. И вот вы играете с разными степенями L, да? Ну, как бы, L у меня фиксирована, но я для разных степеней от нуля до единицы доказываю результат. А играю я с функцией фиат Т большое, нормирующей. Зависит все... В общем, L у нас фиксирована. А фиат Т, нормирующая функция, зависит от того, какому из условий нижних она удовлетворяет. Вот такой ответ на вопрос. Ну, и я же сказал, в каждом из трех условий будет свой принцип больших уклонений. Ну, Сергей Юрьевич, я ответил на Ваш вопрос или нет? Да, спасибо. Я могу продолжить. Ну, вот, принцип больших уклонений будет получен в пространстве, интегрируемых на отрезке 0.1 функций. Ну, со стандартной L1 метрикой. Вы спросите, почему в таком пространстве, учитывая, что траектории-то принадлежат пространству D01, ну, по крайней мере, модификации такие имеют, можно было бы рассмотреть метрику скорохода, не получится в метрике скорохода доказать принцип больших уклонений. Ну, вот такой ответ на этот вопрос. Нам понадобится также пространство в неотрицательных функциях конечной вариации на отрезке 0.1, стандартное пространство функций без разрыва второго рода, ну, с модификацией, например, непрерывный справа имеет предел слева и непрерывный слева в конце отрезка. То есть, в принципе, стандартное тут обозначение. Также мы будем использовать разложение для функции конечной вариации на ее... А, ну, во-первых, понятно, что у нас очень широкий класс эквивалентности, да, ну, и очевидно, что для любой функции конечной вариации найдется ее модификация из D0.1, да, мы можем, да, определить функцию в точках разрыва соответствующим образом, и, естественно, расстояние в метрике L1 между такими функциями будет равно 0. Для функции FD, да, ну, то есть это модификация, которая входит в D, определим ее разложение на монотонно возрастающую и убывающую составляющую. Ну, понятно, всем этот факт известен, что можно разложить на разность двух монотонных функций, и если сумма вариаций этих функций равняется вариации той функции, которая мы раскладываем, такое разложение единственное. Ну, это будет пользоваться разложением, и тут просто в формулировках будут фигурировать как раз-таки функции из этого разложения. Естественно, так как у нас функции не отрицательные, то вариация будет, для конечности вариации достаточно, чтобы, конечно, вариация у F+, ну, сами понимаете, почему, потому что F- всегда меньше, либо равно F+. Вот, то есть это основные пространства, с которыми мы будем работать. Я напомню определение принципов больших и локальных принципов больших уклонений для не специалистов, ну, возможно, тут есть тонкости в локальном принципе больших уклонений, может, какие-то, но вот определение локального принципа больших уклонений, ну, грубо говоря, тут оценивается грубо экспоненциальная, ну, или логарифмическая асинтетика, смотря как на это дело смотреть, вероятности пребывания в траектории случайного процесса в окрестности функции. Ну и известный результат, естественно, для чего это надо, ну классический результат, да, это импликация, что если у вас есть локальный принцип больших уклонений и экспоненциальная плотность семейства мер соответствующих, то отсюда следует принцип больших уклонений на всем пространстве. Я как раз-таки эту импликацию буду использовать там, где получается принцип больших уклонений получить. Там, где его не получается, все будет ограничиваться локальным принципом больших уклонений для всех функций пространства. Ну вот так, да, если пространство польское, то тогда локальный принцип больших уклонений, экспоненциальная плотность и необходимые условия, они только достаточные. Хорошо, ну вот такое определение, ну я его не буду зачитывать, вы поняли, да, о чем идет речь. Еще раз, речь идет об грубой асимптотике вероятности пребывания траектории в окрестности функции, присужающей окрестности. Вот точное определение принципа больших уклонений, значит, у нас есть сигма алгебра множеств измеримых, да, Боррельевских. Вот, ну и давайте это все-таки зачитаю. Семейство случайных процессов к СИС индексам Т большой удовлетворяет принципы больших уклонений в метрическом пространстве, введенном ранее, с функционалом уклонений ИАТФ и нормирующей функцией ПСИАТЭ, ну, ее предел, естественно, к бесконечности стремится. Ну, тут речь идет, если тонкости, да, естественно, good rate function, да, то есть у нас хороший принцип больших уклонений, то есть я буду требовать, чтобы выполнялось вот это условие. То есть множество тех функций, для которых функционал уклонений меньше либо равной констант являлся компактным метрическим пространством. То есть должно быть выполнено вот это условие и следующие оценки для замыкания и внутренности множеств. Ну, по-другому иногда дают это определение, то есть вероятность попасть в замкнутое и внутреннее множество, и в открытое множество, в общем, вероятность попасть в открытое больше функционала уклонений, да, вот такой предел. В нижний предел, да, а вероятность попасть в замкнутое меньше. Ну, это условие часто позволяет находить, ну, находить грубую асимптотику вероятность попасть в множество, если вероятность попасть на границу равна минус бесконечности. Ну, и не вероятность равна минус бесконечности, а предел соответствующей равной бесконечности, или вероятность все равна нулю, да, например, в самом таком простом случае. Артем, а можно спросить все-таки, почему вы так сказали, ну, вот из локального следует принцип, как правило, да, то есть, как я понял, Нет, экспоненциальная плотность семейства еще нужна, естественно. Вот, еще раз, повторите еще раз, что нужно для того, чтобы дополнить... Ну, давайте так, Сергей Юрьевич, чтобы для тех, кто не занимается, скажу так, все, кто сейчас здесь присутствует, все хорошо понимают слабую исходимость вероятностных мер. И какой там способ доказательства? Вы доказываете исходимость конечно-мерных распределений, да, и доказываете, что семейство мер является плотным, относительно компактным, с тонкостью, смотря с каким пространством. Вот здесь суть в этом же, только плотность заменяется экспоненциальной плотностью. То есть это такие, как бы, ну, есть вот такая аналогия прямая. Ну, я ответил на ваш вопрос? Спасибо. Ну, я просто хочу не только для себя. Понятно, да? Хорошо. Ну, да, ну, надеюсь, я нормально рассказываю. Если что вы говорите, останавливайте, я закончу. Я и пытаюсь. Ладно, я продолжу тогда. Ну, сформулирую основные результаты. Значит, смотрите. Вот это результат для первого режима, то есть, ну, выполнены условия, понятно, на интенсивности, да, оговоренные раньше, еще раз повторю, я их привожу, чтобы не листать туда-назад каждый раз. И выполнено вот это условие, то есть наша нормирующая функция стремится к бесконечности, медленнее, чем есть в степени Т, скажем так. Тогда последовательность случайных процессов удовлетворяет локальному принципу больших уклонений с такой вот нормирующей функцией, таким вот функционалом уклонений. Ну, тут уже видно из функционала уклонений, что вы не подберете такого пространства, чтобы множество тех функций, где функционал уклонений, ну, разумного пространства, может, какое-то дикое можно, меньше либо равно константы, было компактное множество. Но тут есть и дополнительные, так сказать, мысли, которые наводят дополнительные доводы в пользу того, что тут только локальный принцип больших уклонений получается в этом случае. Ну, вот такой результат, здесь функционал уклонений выглядит вот так. Я о доказательстве в конце, конечно же, пару слов скажу, как тут принято, как я понял, без этого нельзя. Хорошо. И тут как раз для этого случая, это опубликованные результаты, я там приведу ссылки, наши и не только наши. И тут как раз для этого случая также рассмотрен случай, когда у нас L равно единице. То есть, когда λ от x и μ от x тоже линейны, но все-таки интенсивности скачков вниз они больше, Q больше P. Ой, сейчас. Порядок один, но константа Q больше P, то есть интенсивность скачка вниз больше, чем вверх. Здесь функционал уклонения меняется, множитель перед вот этим вот интегралом становится вот таким. То есть, там просто было Q, а здесь получается корень из Q минус корень из P в квадрате. А что такое φ от T? Фи от T это нормирующая функция. Сейчас я вернусь. Так Пси от T нормирующая функция написано. Нет, Фи от T это нормирующая функция в принципе больших уклонений. То есть, в степени экспоненты она стоит. А Фи от T это случайный процесс мы делим на Фи от T. То есть, стандартно это T большое, а здесь Фи от T. Это нормирующая функция, на которую мы делим. И вот у нас есть три условия. В зависимости от них разный режим принципа больших уклонений. Хорошо, я могу продолжать? Да-да, конечно. Значит, смотрите, по этим результатам. Вообще говоря, этой тематикой я начал заниматься с подачей Анатолия Альфредовича Могульского. Первый результат к нему принадлежит, наверное. Возможно, есть какие-то другие, я не знаю результатов. Но я пытался найти, чтобы таким кто-то занимался. Не нашел. У них был рассмотрен случай. Они как раз рынок, модель рынка делали. У них лямбда от X это P, мю от X это Q от X. То есть, вот такой случай. Без всяких асимпатических условий такой. И, естественно, лямбда просто константная интенсивность скачков. Ну, а вот эта работа, где теоремы в таком вот виде. Но они даже там не в таком. Там не обязательно линейная интенсивность вниз. Там много чего рассмотрено. Ну, в общем, вот, есть работы. Там даже рассмотрены интенсивности, которые являются правильно меняющимися функциями. Ну, это как бы просто рекламу делать этим работам. Вот. Хорошо. Вот это первый режим, где удается доказать только локальный принцип больших уклонений. Ну, вот я вам скажу несколько слов, почему так получается. Вот если рассмотреть тот случай, что как раз-таки Анатолий Альфредович рассмотрели с авторами, то есть, когда интенсивная скачка вниз константа, вверх линейная, то тут получается решить систему бесконечных тех уравнений, да, дифференциальных, и найти переходную вероятность в явном виде, она имеет вот такой вот вид. Ну, если мы нашли в явном виде вероятность, то мы можем бесплатно получить отсюда грубую асимптотику, ну, короче говоря, мы можем получить принцип больших уклонений в фазовом пространстве. Ну, и то есть получить вот такую вот теорему, да, можно, ну, и теорему, такое вот утверждение, да, что вот вам локальный принцип больших уклонений в фазовом пространстве, да, он выглядит так для описанного случайного процесса. То есть, получается, справедлив принцип больших уклонений в фазовом пространстве с вот такой вот нормирующей функцией в принципе больших уклонений, а в функциональном пространстве у нас вот такая вот нормирующая функция, и выполнено вот это вот условие. Ну, и получается, что отношение нормирующих функций равно бесконечности. То есть тут, ну, вот как классически доказывается, ну, конечно, уже из много готовых теорем, да, там, типа Гартнера-Эллиса, аналоги там и так далее для марковских процессов. Обычно как? Вы получили принцип больших уклонений в фазовом пространстве и, в принципе, проверив ряд условий, вы бесплатно получаете принцип больших уклонений в функциональном пространстве. Единственное, что вы переменную, в принципе, больших уклонений в фазовом пространстве должны на производную функцию заменить, да. То здесь такого эффекта, естественно, нет. Получается следующий эффект, что... И да, и порядок, то есть, получается, для траектории в фазовом пространстве сидеть в окрестности какой-то функции имеет вероятность этого события. Такой же порядок, как и всей траектории в трубочке в хорошо подобранной функции сидит. Здесь этого эффекта нет. То есть получается, что какую бы мы функцию не взяли из пространства, ну, естественно, не нулевую, да, тождественно, то вероятность находиться в окрестности функции будет на порядок отличаться от вероятности находиться в окрестности точки. И вот из-за этого эффекта, естественно, не может быть никакого полного принципа больших уклонений в пространстве траектории. Ну, вот такой я заметил интересный эффект, вам про него рассказал. Перейду к следующей теореме. Это теорема, в которой рассмотрен случай, когда наша нормирующая функция, на которую мы делим случайный процесс, растет как Е в степени Т, да, то есть выполнено вот это условие. В этом случае получается получить полный принцип больших уклонений в пространстве интегрируемых на отрезке 0.1 функций. Нормирующая функция здесь уже совпадает с той, которая в фазовом пространстве. И функционал уклонений выглядит вот таким вот образом. То есть у нас осталась какая-то часть от функционала уклонений с прошлого режима и добавилась еще вот такая вот компонента. Еще раз напомню, что если у нас F, D от плюс, это в разложении функции конечной вариации монотонная часть. То есть та часть, которая за рост отвечает. Откуда монотонная, откуда компактность берется? Ну, метрика же подобрана соответствующим образом. Теорема Хелли вам помочь. Теорема Хелли. Нет, ну там сумма интеграла и F плюс, а F минус вообще не участвует. А F минус, конечно, потому что оно не больше, чем F плюс. Мы в положительной всегда... А функция положительная, понятно. Ну, конечно, это же процесс рождения гибели. Если в ноль попали, заново рождаемся. Понятно, спасибо. То есть вот отсюда берется компактность. Вот, ну вот такой вот результат получается для такого режима. Ну и, соответственно, ну, в принципе, тут предельным переходом, но я не умею доказывать предельным переходом, я отдельно доказывал. Ну, приказ, стремящимся к бесконечности, вид будет такой же функционал уклонений. Рассмотрен случай, когда Fiat T, то есть третий режим, стремится к бесконечности быстрее, чем E в степени T. Здесь тоже получается получить полный принцип больших уклонений. Ну, вот такой вот он вырожденный. Ну, он напоминает принцип, допустим, сверхбольших уклонений для простого полосоновского процесса. То есть, как бы, что-то тут. Вот, ну, естественно, как видите, зависит от показателя степени интенсивности скачков в гибели. Вот, вот такие результаты получены. Это неопубликованные результаты теоремы 2 и 3. Вот. Ну, скажу кратко о доказательстве. Ну, смотрите, ни для кого не секрет, что, в принципе, когда доказываете, ну, может, я, конечно, не все знаю, естественно, принцип больших уклонений, то на каком-то этапе вам так или иначе приходится делать экспоненциальную замену меры, да, там, чтобы оценку снизу получить. Ну, естественно, сейчас уже техника все-таки с 60-х годов, да, для процесса все развивается интенсивно. Вы можете сослаться на готовые теоремы, там, из Фенга-Курса, да, там, из Венцеля, но если посмотреть доказательства этих теорем, там все равно в так или иначе будет использована экспоненциальная замена меры. Поэтому, как бы, идея доказательства классическая. Значит, что делаем мы? Мы рассматриваем вот однородный, ну, тут, в общем, в общем, рассматриваем процесс сложный по-ассоновски вот такой. Где X1, XK независимые случайные величины, да, ну, Радомахер, и не зависят от по-ассоновского процесса. И имеет, как Радомахера, да, называется это распределение, то есть скачки с вероятностью одна вторая вниз и вверх. Вот. Ну и как? Мы выпишем плотность относительно вот этого процесса, да, там, ну, Радона-Никодима производную, ну, и будем ее изучать. Ну, и получим. Ну, в общем, техника основана на вот такой вот экспоненциальной замене мира, то есть мы запишем распределение нашего процесса через вот этот вот процесс, который очень хороший, потому что он с независимыми превращениями, да, у него вероятность перехода не зависит от положения, да, там. Вот. Ну и получается доказать вот такую лему. Ну, здесь как раз таки выписана плотность нашего случайного процесса относительно меры, порождаемой процессом ЗИ. Вот такая вот теорема справедлива, лема справедлива. Вот. Ну и благодаря этой леме, ну, если мы ведем вот такие функции, вот, обозначим, ну, это просто компоненты, вот эти, которые здесь записаны в этой степени, они более так наглядно представлены, да, ну, обозначения введены, чтобы удобно было с этими компонентами работать. Вот. Ну, исходный процесс у вас, то есть тот, которого плотность ищется, он, кстати, положительный, как вы только что объяснили. Да, он положительный. А тот процесс с независимыми превращениями, он... Может уходить на ноль, да. Но я же не утверждаю, что того, который... Что распределение того, который может уходить в ноль, абсолютно непрерывно относительно нашей. Не, ну, формуле как-то не видно, почему там вот формуле... А формуле, смотрите, тут написано, что формула, она верна для тех функций, которые из множества xt. А сейчас... А xt, а сколько xt? А xt множество всех непрерывных справок, неотрицательных... Неотрицательных. Ага, 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 понятно, спасибо. Тут все... А нормировка там, а нормировка понятна. Да, нормировка такая же. Ну и что, выписывается... Тогда мы вероятность попасть в множество для нашего процесса можем вот таким вот образом записать. Ну, а дальнейшее доказательство, что мы оцениваем функции, входящие в плотность, то есть степень экспоненту, на событии, дзита принадлежит же. И оцениваем саму вероятность того, что дзита принадлежит же. Ну, там, скажем так, это технически не очень сложно, но требует там из функционального анализа теоремы, и там стирлинга формулы. То есть тут нет такой заоблачной техники, но требует, ну, на мой взгляд, по крайней мере, такой вот усидчивости, скурпулезности, аккуратности какой-то, чтобы это сделать. Вот. А что-таки какая симптоматика вероятности того, что процесс действительно будет положен? Вероятность этого события XT, она где-то входит вообще? Ну, или это как бы само собой? Ну, само собой, она не нужна. Ну, смотрите, вот тут G, дзита принадлежит G, а G – это всегда множество, для которых функции не отрицательны. Вот, и для этих событий я оцениваю то, что надо. Понятно. То есть мы же всегда… Смотрите, локальные принципы в большом плане. Я беру трубочку, не отрицательная функция. Ну, правда, трубочку так нельзя рисовать, у нас метрика. И поэтому тут всегда вот эта вот штука, она… Жир там содержится только в функции не отрицательные. Ну, трубочка в L1, там функции могут быть и отрицательные. В трубочке-то в L1 у вас, а не в C. Трубочка в L1, а не в C, но смотрите, как вам сказать. Но у нас максимум вероятности будет как раз-таки достигаться на той, которая… Короче, на той модификации, которая нужна. На хорошей модификации. Спасибо. То есть вот так. Ну, если вы не устали, насколько будет уместно рассказать о налогах? Это мой результат личный 2016 года для решений стахастических диффуравнений. Конечно, конечно. Ну, тут опять же, я таких результатов не знаю, но я знаю, тут довольно сейчас много специалистов. Может, вы скажете, что не тем путем иду, или что-то подскажете, где подсчитать, что там уже. Ну, смотрите, я рассмотрел вот такое вот стахастическое дифференциальное уравнение. Здесь Виннеровский процесс, да, ну и здесь вот такой вот снос, где у нас неизвестная функция в степени гамма, гамма от нуля до единицы. Ну, естественно, если гамма один, это будет Арштейн и Оленбек, а это, ну, как бы нет. Ну, известный результат, что такое стахастическое дифференциальное уравнение, ну, правда, в интегральной форме здесь записано, оно имеет сильное единственное решение. Ну, как я понимаю, я немножко не сильно в этой теме, но тут есть тонкости свои, но вот я могу так сказать, в чем тонкость небольшая. Если вы уберете Виннеровский процесс отсюда, да, рассмотрите детерминированное уравнение, то если у вас гамма принадлежит от нуля до единицы, и константа B у вас положительная, то здесь возникает так называемый эффект пиана, то есть у вас будет воронка решений. Тут нарушается единственность решений. Ну, то есть я вам про то говорю, что, грубо говоря, если вы умножите Виннеровский процесс на епсилен и сделаете предельный переход, то тут как раз-таки много работ, ну, связанных с этим. Тут очень, ну, не так легко доказать слабую исходимость соответствующих нервов. То есть тут есть нюансы. Ну, я в работе этого касаться не буду, я к нам просто про вид уравнения вот сказал, ну, хотя я коснусь в одном моменте. Вот, то есть рассматривается вот такое вот стахастическое дифференциальное уравнение. Я нормирую случайный процесс, шкалирую его и нормирую, делю на t в степени альфа, альфа больше 1,2, t больше нуля. Вот. Ну, рассматривая, естественно, траекторию такого вот нормированного процесса, в пространстве непрерывных функций заданной равномерной метрикой. Тут получается для вот таких вот решений стахастических дифференциальных уравнений такой нормировки получить следующий результат. Ну, если альфа, ну, это вы видели, степень нормировки, константа лежит вот на таком вот интервале, то семейство удовлетворяет локальному принципу большего уклонения, я тут c потерял, c01, с нормирующей функцией вот такой и вот таким вот функционалом уклонения. То есть, видите, получилась какая-то аналогия с тем, что там у нас функционал уклонения зависит не от производной функции, а просто от функции. А t большое, как входит в процесс? А на треске 0t? А, понятно, t степень альфа. А альфа то же самое, что и в дифференциальном уравнении. Нет, альфа в дифференциальном нет. В дифференциальном есть гамма. А там нет гамма, а там гамма. А альфа, ну, любая константа из этого треска. Вот, ну, и получается получить вот такой вот локальный принцип больших уклонений. Дальше я применяю этот результат к следующим решениям стокастических дифф-уравнений. Вот рассмотрим вот такое вот дифференциальное уравнение. Значит, я это назвал, и в статье назвал, насколько я правильно не знаю, я назвал это стокастическое дифференциальное уравнение с быстрым сносом. Ну, вот смотрите, видите снос у нас какой-то. Тут домножается на Т вот в такой степени. Когда у вас Т стремится к бесконечности, вот этот множитель тоже будет стремиться к бесконечности. Как устроен такой процесс? Если у вас Б отрицательное, получается следующее. Вы, допустим, отклонились от нуля, и ваш снос вас обратно в ноль толкает. То есть вы не можете покинуть ноль не только потому, что мы виновский процесс убиваем, деля на очень, ну, вы поняли меня, на функцию, которая к бесконечности стремится. А еще и снос загоняет в ноль, и поэтому, ну, это, конечно, не строго, совершенно математически, вашей траектории очень тяжело удержаться в окрестности какой-то функции. Но, если Б положительно, здесь что получается? Вы, если ноль покинули, ваш снос, наоборот, тянет вверх или вниз, в зависимости от того, через какую сторону вы покинули. И тоже удержаться в окрестности функции сложно. И вот, как оказывается, асимптотика этой сложности, грубо говоря, одинакова, что у вас снос тянет вниз, что снос уносит в бесконечность. Ну, вот такой эффект получается. Ну, тут, смотрите, какая связь между тем результатом, что я привел для процесса XT, и вот этим, более, так сказать, классическая постановка, да, где у вас малый параметр перед Виннеровским процессом. И здесь, да, тоже какой-то параметр, но он у меня большой. То есть, если там, как обычно, тут на эпселен умножилось, здесь я на эпселен разделил, как бы. Вот. Если мы рассмотрим наш процесс XT от T, да, который определен так, он такой вид имеет. Ну, с нулевым начальным условием. Ну, сделав стандартную замену, да, поделив Виннеровский процесс на корень из T и домножим, мы получим, что YT и XT, они совпадают по распределению. То есть, теорема, которая была для X сформулирована, она будет верна и для Y. Вот. Ну и получается, что я для вот этих вот дифференциальных уравнений, еще раз повторюсь, которые я называю, с быстрым сносом, следующую теорему получаю. Сейчас X и Y от чем из Y отличаются? X от Y чем отличаются? X это до T в степени альфа. Ага, там просто другая, понятно, то есть номеровка образуется. Спасибо. Все понятно. Вот. Ну и получается, для Y от T справедливо, справедливо, следующие три режима. Смотрите. Если альфа от 1, 1, 2 до 1 делить на 1 минус гамма, ну, это, в общем, если альфа 1 минус гамма, у вас T станет в нулевой степени и убьется вот этот вот коэффициент, и мы получим как бы стандартный принцип больших уклонений, хотя он ничего не стандартный. Вот. То как раз получается тот функционал уклонений, который получен в теореме 1. Если же у вас альфа равно 1 минус гамма, ну, понятно, у вас убьется степень, будет T в нулевой, у вас никакой неприятности с множителем перед сносом, коэффициентом сноса не будет. В этом случае получается принцип больших уклонений вот такой. Ну, как бы классически кажется, что это и очень известный результат со времен Фрейдлина Венцеля, да, наверное, конца 70-х, начала 80-х годов, да, где у нас тут эпсилен стоит, а здесь просто коэффициент сноса. Еще раз, альфа, это 1 делить на 1 минус гамма, это пропало. Но на самом деле это не сильно классический результат, потому что потому что детерминированное дифференциальное уравнение, оно имеет не одно решение, там есть воронка вот этих решений. И, скажем так, мера, если мы слабую сходимость мер будем доказывать, она будет сосредоточена предельно на минимальном и максимальном решении дифференциальных уравнений. А функционал уклонения, как оказывается, обнуляется на всех функциях из воронки, то есть на всех решениях однородного, детерминированного уравнения. Ну и, кстати, если нормировку поменять, вот тут вся эта другая функция, то можно добиться того, что на функциях из воронки будет какая-то константа, а на больших будет ноль иметь функционал уклонений. Но этот замечательный, а, ну и там ниже будет, кто его доказал. Ну и, наконец, третий случай, если альфа больше, чем 1 делить на 1 минус гамма, ну тут вообще все замечательно. Мы наш снос делим на t, то есть убиваем снос, и, естественно, здесь, как следствие из, ну, одной из теорем классического учебника Фрейдлина Венца, монографии, следует, что тут будет функционал уклонения, как у Виннеровского процесса. Ну, насчет доказаний, а, ну, два, результат два. Еще раз вам объясним, в чем там сложность есть. Это Херман доказал, то статья на французском языке 2001 года. Ну, а седьмой результат, ну, с Венцеля, да, и книжки, значит, с монографии Венцеля взял. Вот. Ну, и отдельно я Арштейна Оленбека рассмотрел процесс. Для него, ну, то есть случай, когда гамма равно 1, ну, и вот такая вот теорема, в общем, верна. Для Арштейна Оленбека как бы с быстрым сносом, ну, я так называю, насколько я так. Извините, а в случае три там и снос к нулю стремится, и процесс Венцеля там тоже... Да, и снос к нулю, я же говорю, это будет как у Венцеля процесса. Ну, это просто, не знаю, вот захочу... Ну, я рассмотрел просто все случаи, которые... Нет, 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 почему там выживает только с точкой, потому что Венцельский процесс, он имеет... Так у вас же снос убивается. Ну, а это же классический результат. Процесс тоже убивается. А? Принцип же больших уклонений для Венцеля... А, что я двоечку потерял? Нет. Ну, это же принцип больших уклонений... Да не двоечку. Для Венцеля... Просто асимптотика. Почему там... Почему там Венцельский процесс забьет снос? Ну, он... И при том и другом коэффициенты в ноль обращаются вроде как. Ну, забьет снос. Ну, это получается показать. Получается. Хорошо, понятно. Ну, хорошо, понятно. Спасибо. Вот. Ну... Да. Ну, да. Ну, вот и вот результат для процесса Арштейна Уоленбека. Тут альфа больше 1, 2. И получается вот такой вот локальный принцип больших уклонений. Ну, как я понимаю, это какая-то вырожденность. Ну, в общем, как бы какая за этим стоит физика и тонкая наука, я не знаю. Ну, вот такие результаты получилось получить. Я вам их рассказал. А вот для Арштейна Уоленбека это тоже не было известно? В такой постановке не было. Где у вас снос стремится к бесконечности. Ну, в смысле коэффициент стремится к бесконечности. Ну, я не видел. Но, опять же, вы мне не верьте. Я могу обманывать. То есть, я не нашел. Спасибо. Ну, вы же видите тут же в чем, что... Аномировка... Ну, я рассказал, да, эффект, что снос стремится к бесконечности. Если он отрицательный и сверху у нас... Когда мы в положительной полуосе, снос отрицательный и стремится к бесконечности, то мы сносом вниз идем. Ну, а если положительный, то снос уносит на бесконечность. Но, тем не менее, асимптотика... А нормировка какая тогда? Вот берется процесс Y и он делится на T в степени чего? Какой степени? Y, T вот этот? Нет. Вот этот процесс и есть. Тут написано четко. А это вот именно он уже нормирован. То есть, вот его... Да, он уже нормирован. Это для него теорема. То есть, тут же вот и показывается, что так нормированный Y это все равно то же самое по распределению, что так нормированный Y. Вот, ну и собственно, ну вот ссылки, да, на работы, которые здесь использовались. Вот. Ну, спасибо за внимание. Это все, что я хотел рассказать. Спасибо, Артем Васильевич. Спасибо. Пожалуйста, есть ли еще вопросы? Вопросов много задавалось. Если еще что-то не ясно, пожалуйста. можно спросить. Ну, вопрос... Ну, вот как-то немножко быстро, Артем, немного проскочили, да, вот. Что-то... Динали, да. Это не вопрос. Первый чай. Ну, я просто... Ну, ладно. Ну, быстро, потому что мало результатов у меня. Спасибо. Да, ладно, можно не в этом деле. Хорошие результаты, серьезная тема сложная. Я рассказывал, очень квалифицированно. Я бы похвалил Дмитрий Васильевич. Есть еще высказывания? Не про большие уклонения, а про уравнение. Можно показать стахастическое уравнение, когда оно первый раз появляется. Вот. Я думаю, что можно тут сослаться на единственность существования сильного решения и на Звонкина, потому что он допускает линейный рост, не более чем линейный рост коэффициента сноса. Да, там через Герсаново, да, что тут заказывается. Нет? это называется... Я читал работу Звонкина, наверное, вы правы. Можно сослаться на Звонкина. Принято называть преобразование Звонкина, хотя в свое время Скороход немножко возражал против этого, говоря, что почему это называется преобразование Звонкина. У нас с Гехманом тоже есть это посмотреть в таком-то томе. Но они для другого это использовали, просто звуки. Ну да, там для возвратности диффузионных процессов это делали. Кстати, недавно нашел, оказывается, книжку Скорохода переиздали в 2010 году какую-то, или 2011, по-моему, Гехман Скороход в 100-х диффузионных процессов. Я имею в виду в английском варианте нашел. Первые издания 1968 года? Ну, оно, конечно, там доработанное, но в смысле, что да, вот уже он умер, а с книжкой его вышла. Шпрингер, по-моему, издательство есть. Но мне надо было просто ссылку, недавно я одну статью писал, мне надо было сослаться на теорему существования единственности для стахастических дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами. Я вот нигде четко не мог найти, нашел в книжке, но она русская, ну, а вот может быть, будет интересно. Мы издали, по-моему, тоже как раз в 2011 году в Шпрингере сборник избранных статей Скорохода. Мы их так поделили по главам, примерно 7 глав по интересам его научным вышло, даже снабдили их какими-то такими длинными предисловиями, там, страниц по 10, 15, что из этого вышло. В Шпрингере такая книга есть, также Анатолий Скороход целый этот понял. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok